Дамы и господа, здравствуйте! Я расскажу вам о майнере, который мы назвали «Современная политика». Я могу предположить, что вы разделяетесь на две большие аудитории. Первая аудитория – это те студенты, которые, заканчивая школу, сдавали по числе своих экзаменов еще и общество знаний. И вторая часть – это аудитория, которая, к счастью или к сожалению, этот школьный предмет не сдавала. Если вы сдавали общество знаний, то на самом деле ваши представления о современной политике формально достаточно большие. Но содержательно эти познания нуждаются в уточнении, в коррекции, в исправлении. Собственно, наш майнер как раз предназначен для того, чтобы исправить некоторые заблуждения и позволить вам несколько полнее рассуждать о сфере политики и использовать знания о сфере политики в вашей профессиональной деятельности, вне зависимости от того, в чем будет состоять ваша профессиональная деятельность. Что такое современная политика? На самом деле это одна из самых сложных сфер человеческой жизни. Люди в политике руководствуются очень разными мотивами. От рационального расчета до соображений, которые имеют нормативный характер. Люди действуют в политике не только потому, что они хотят получить какие-то блага, но и потому, что считают, что такое или другое действие является правильным действием с моральной точки зрения, идеологической точки зрения. Майнер «Современная политика», как и любой майнер, состоит из нескольких дисциплин. Первая дисциплина майнера посвящена современной российской политике. Не знаю, насколько часто вы смотрите телевизор и читаете газеты, я все-таки надеюсь, что вы таки смотрите телевизор и читаете газеты. Так вот, этот майнер будет вести один из лучших специалистов России по современной российской политике, профессор Петров. Второй майнер, вторая дисциплина майнера, называется несколько длинно, но это оправданное название. Мир современной политики, двоеточие, институты и процессы. А в рамках этой дисциплины мы попытаемся объяснить вам, как зачастую при сомнительных обстоятельствах рождались и выживали привычные нам сейчас институты, например, легислатуры, правительства. Большая часть этой дисциплины будет посвящена тому, как рождались, выживали государства. И почему государства, несмотря на все заявления об устоялости государства, по-прежнему с нами. Третья дисциплина майнера посвящена человеку и людям в политике. мы будем говорить о том, какими мотивами, собственно, руководствуются люди, человек, живя в политике, действуя в политике. Четвертая дисциплина майнера звучит, наверное, страшно, политическая теория. И претендует на объяснение, теоретические объяснения, того, почему современная политика устроена так, а не иначе. Дамы и господа, надеюсь, до скорой встречи. Наш майдер будет интересным. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!